всем привет дорогие друзья и сегодня мы будем искать утечки тока на примере вот этого красавца мерседеса на самом деле эта проблема может настигнуть вас абсолютно на любой машине особенно когда вы туда по на устанавливали сигнализации всяких сабвуферов и куча дополнительного оборудования которое не предусмотрено с завода-изготовителя потому что представьте такую ситуацию что к примеру вы уехали не на машине в какую-то поездку на пару дней оставили машину где-нибудь на вокзале или не дай бог в аэропорту и по приезду вы не то что завестись не можете вы не можете даже ее открыть это говорит о том что даже новые аккумуляторы могут высаживаться за пару дней буквально из-за утечки тока если эта утечка тока достаточно глобально и сегодня мы друзья будем смотреть каким же образом можно эту утечку тока найти абсолютно на любом автомобиле и сделать так чтобы ваш новый аккумулятор не разряжался даже на протяжении целого месяца отсутствия вас за рулем вашего любимого автомобиля и для решения этой проблемы нам всего лишь навсего понадобится вот такой вот копеечный мультиметр который можно купить абсолютно в любом магазине перед тем как мы начнем работу необходимо гнезда именно щупы и вот этого мультиметра установить вот такой последовательности в нижнюю и самую верхнюю часть колодцев мультиметра и перевести его выключатель на положение 10 ампер далее я взял наш мультиметр и подключился одним щипом к открученной клемме минусовой нашего аккумулятора и 2 я подключился изолентой вот так вот к самому аккумулятору то есть таким вот образом я внедрил мультиметр в цепь самого аккумулятора и мы видим показания на нашем мультиметре именно два с половиной ампера идет утечка тока это очень очень много да я понимаю это потому что у меня в машине включен свет но даже если нажать на концевик и выключить свет то показания мультиметра будет все равно в районе 2 ампер смотрите я сейчас включаю свет и показания возвращается два с половиной ампера вообще по сути тут должно быть 001 ампер то есть утечки тока вообще не должно быть или максимум если у вас есть какое-то дополнительное оборудование типа сигналки которые постоянно работает должно быть 008 но не больше потому что это говорит о том что утечка тока идет идет она через какую-то цепь и через какие-то устройства в вашем автомобиле и необходимо разобраться все-таки где же есть то утечка тока может плохо закрепленный минусовой провод может быть еще гуляющая масса и так далее и тому подобное для этого необходимо задаться терпением и при включенном мультиметре просто начать выдергивать предохранители блоки предохранителя вашего автомобиля конечно если у вас отечественный автомобиль газ вас и так далее у вас там на всю машину 8 предохранителей но если у вас автомобиль иностранного производства то у вас их может доходить до 80 просто 2 куча блоков различных поэтому друзья сейчас я установлю камеру который будет постоянно снимать показания мультиметра и мы пойдем с вами выдергивать предохранители чтобы понять где все таки утечка тока в общем ребята ходила я ходил вот этими щипчиками выдергивал каждый предохранитель смотрел на показания мультиметра но эти показания абсолютно не менялись и потом я вспомнил что еще один блок предохранитель у меня есть именно в багажнике и выдернув вот этот второй предохранитель который отвечает за опускание поднимания стекол стеклоподъемников показания мультиметра изменились на 0 2 ампера а после того как я отключил вообще все освещение именно в багажнике показания мультиметра стали вот такими это говорит о том что именно вот этот предохранитель именно тот блок комфорта который находится вот тут вот обратите внимание именно он имеет какую-то утечку тока именно вот в эту цепь мне необходимо будет внедриться для того чтобы посмотреть может быть там окислились контакты может быть какая-то кнопка плохо контактит в общем это я буду уже разбираться не в этом видео и поэтому друзья представляете из-за этого маленького предохранителя была такая проблема что даже новый аккумулятор мой высаживался за два дня я не мог не то что завестись а именно даже открыть машину поэтому друзья даже на момент именно отпуска вы можете взять вы вытянуть вот этот предохранитель запросто поехать в отпуск приехать быть полностью уверенным что ваша машина откроется и заведется ну и конечно потом со временем уже решить именно эту проблему и этой цепи который она находится то есть данном случае у меня эта цепь это кто бы мог подумать это именно кнопочки вот эти опускание поднимания стекол поэтому друзья большое спасибо что вы смотрели мы с вами сегодня разобрались желаю вам чтобы ваши машинки не ломались и подписывайтесь на канал будет очень много чего полезного интересного